На канале Россия 1 состоится повторный показ сериала «Ненастья» про жизнь обычных людей после афганской войны. Как же будет разворачиваться сюжет по сериям? Первая серия. 24 декабря 1999 года. Пятеро инкассаторов получают в кассе торгового комплекса большое количество наличных. Все инкассаторы – бывшие воины-афганцы. Среди них водитель фургона Герман Неволин по кличке Немец, из также группы Витар Басунов. По дороге в банк немец грабит собственную инкассаторскую машину. После ограбления он успешно скрывается за городом, прячет мешки с деньгами в лесу и направляется в деревню Ненастья. 1991 год. Герман Неволин приезжает в город Батуев. Сюда его позвал, пообещав работу. Сергей Лихолетов – друг-командир, с которым они унесли службу в Афганистане. Они встречаются во дворце спорта «Юбилейный», где базируется Коминтерн – организация воинов-афганцев, которая руководит Лихолетов. Немец Лихолетов знакомится с Таней, дочерью Ярсана Чакуделина. Вторая серия. 25 декабря 1999 года. К Тане приходит следователь капитан Дибич и допрашивает ее. От него она наконец-то подробно узнает, что случилось. Дибич расспрашивает о даче Ненастья. Таня рассказывает, что дача давно продана и немца там быть не может. В общежитиях, где они жили с немцем, проводят обыск. Переворачивают все вверх дном. Когда милиционеры уходят, появляется Басунов. Он следит за Таней. 1991 год. Колонна афганцев едет на зачистку рынка. Это первое дело немца в Коминтерне. И он недоумевает, с какой жестокостью действуют бывшие разведчики – силовики во главе с Егором Быченко, бывшим командиром разведроты. Лихолетов объясняет, что жестокость – их главный союзник. Это тактический прием, чтобы сразу была понятна серьезность их намерений. Он требует, чтобы немец принял в зачистке посильное участие. Третья серия. 1992 год. Два дома, давно обещанных афганцам под заселение, отдают банку. Решено совершить самозахват. Афганцы с семьями самовольно заселяются в дома на сцепи. Коминтерновцы превращают свой двор в укрепленную крепость. 1999 год. Немец, спрятав большую часть денег в специально приготовленном схроне, берет часть денег и, тщательно скрываясь от слежки, отправляется в город. Он подкарауливает на улице Ярсаныча, отдает ему деньги за дачу и просит никому не говорить о деньгах. Куделин на радостях напивается. В риелторскую контору к Вадику Таранцеву приходит капитан Дибич. Он расспрашивает о его сделке с дачей Куделиных, ведь именно Танцоров был тем риэлтором, который купил эту дачу. В незапертую квартиру Ярсаныча заходит Басунов. Он находит деньги, понимает откуда они, забирает часть и крадет ружье, когда-то подаренное Лихолетовым. А тем временем немец встречается с Саней Флером. Саней сильно пьян и Герман вынужден доставить того на такси до дома. Четвертая серия. Идет 1999 год. Таня находит отца пьяного в открытой квартире. Увидев деньги, она понимает откуда они и что Герман ее не бросил. 92 год. К домам афганцев приезжает съемочная группа с телевидения. Раздав плакаты, они устраивают под их окнами митинг матерей-одиночек. Лихолетов приказывает мягко вытолкать их, но в дело вступают жены афганцев. Ночью на одну из афганских жен нападают по дороге от троллейбусной остановки к дому. Через некоторое время во дворе взрывается машина, а вскоре появляется раненый ножом Егор Биченко. Это уже война. Лихолетов объявляет военное положение и готовится нанести ответный удар. Премьера новых серий состоится 15 июня на канале Россия 1. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok